Причины авиакатастрофы сейчас выясняют в Иркутской области. Транспортный самолет Ан-12, летевший из Новосибирска, упал на территорию воинской части. Как сообщили в МЧС, погибли все, кто находился на борту. Шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Обстоятельства трагедии и предварительные версии в материале Олега Шишкина. Судя по первым фотографиям, с места происшествия Ан-12 падал со сравнительно небольшой высоты. Хорошо видно, что хвост самолета практически не поврежден. Отсюда и впечатление, что транспортник словно застыл после приземления. Ан-12 заходил на посадку на аэродром Иркутского авиазавода, но в 10 километрах от посадочной полосы неожиданно пропал с радаров. Катастрофа произошла в районе железнодорожной станции Батарейная. В Иркутск самолет следовал с Новосибирского авиазавода. На борту находились запчасти для самолетов, общим весом полторы тонны. Самолет получил незначительные разрушения в передней части. Ну, естественно, шасси там, ну, что приземлялся, как он, вообще целый самолет. То есть хвост, крылья, фюзеляж полностью, все это есть. По информации Минобороны, в результате катастрофы разрушены два складских здания. Пострадавших на земле нет. Взрыва при падении самолета не было. На месте крушения возник пожар из-за разлившегося топлива, который удалось довольно быстро ликвидировать. Основные версии катастрофы — ошибка экипажа и техническая неисправность. Погодные условия в районе аэродрома Иркутск-2, куда следовал самолет, были удовлетворительными. Эксперты считают, что катастрофа могла произойти из-за того, что пилоты неправильно рассчитали высоту захода на посадку. Это, скорее всего, нырок так называемый. То есть экипаж отдает шторвал от себя, чтобы быстрее увидеть полосу. Ну, а дальше там крыши и все. Самолет Ан-12 называют рабочей лошадкой военно-транспортной авиации. Созданный еще в конце 50-х годов, он предназначен для переброски и воздушного десантирования войск и боевой техники. Самолеты этого типа применялись в локальных войнах и вооруженных конфликтах практически во всех регионах мира. Наиболее масштабно во время войны в Афганистане. Всего построено более 1200 таких самолетов. Его серийное производство прекращено в 1972 году. Самолет, потерпевший крушение в Иркутске, был выпущен в 1963-м. Для выяснения причин катастрофы создана специальная комиссия. Аварийные работы на месте крушения приостановлены до утра. Катастрофа не повлияла на работу международного аэропорта в Иркутске. Он принимает и отправляет самолеты в обычном режиме. Олег Шишкин, Первый канал.